Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. УЗИ и удобная регистратура. В Заволжье появилась современная поликлиника. Неврологический молоток для Морозова, как встретили студенты медфакул ГУ, главу региона. В селе Троицкое открыли свои двери, отремонтированный Дом культуры. Последствия чрезвычайной ситуации в Димитровграде устранят, окна во всех школах заменят. Детскую поликлинику, относящуюся к городской клинической больнице, отремонтировали. Губернатор проверил, все ли в порядке, обсудил планы с министром здравоохранения. О развитии региональной медицины в материале Виктории Черковой. В этом году детская поликлиника на проспекте авиастроителей в Новом Городе преобразилась и стала намного современнее. Регистратура теперь открыта и удобная, а интерьер красочный. Довольны и доктора, и родители маленьких пациентов. Комфортная зона ожидания сейчас. Вместо регистратуры комфортные стойки регистрации. Ухоженная, комфортная территория. Губернатор решил проверить, как отремонтировали отделение детской неотложной помощи. К слову, там же появился переносной аппарат УЗИ, необходимый для срочных обследований малышей. После обхода учреждения Сергей Морозов провел совещание по развитию детского здравоохранения. Как выяснилось, региональный Минздрав ожидает пополнения. На развитие отрасли скоро поступят дополнительные средства. Деньги будут вложены в строительство корпуса детской инфекционной больницы и переоборудование онкодиспансера. Объем финансовых средств только в уголосную больницу составит 5 миллиардов. Рядом есть онкодический диспансер. Сергей Морозов не так давно его возглавлял. Там тоже у нас предстоит провести несколько дней, некоторый объем работ. И связано с установкой новой оборудования и с ремонтами. В этом году отремонтированы 12 поликлинических отделений. 7 из них попали в программу нацпроекта здравоохранения. В счет федеральных средств закуплена и новая техника. Мы называем их аппараты среднего класса достаточно дорогостоящие и качественные. Уже появились в Николаевской районной больнице, Барышевской районной больнице, Маинской, Корсунской районной больнице и городской клинической больной больнице номер один. К 2024 году областное здравоохранение должно выйти на новый уровень. Президент Российской Федерации поручил совершенствовать детскую медицину, первичную медпомощь, а также лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости, Улправда ТВ. В Ульяновской области завершается неделя, проходящая под эгидой нацпроекта здравоохранения. Одна из важнейших задач проекта – привлечение кадров. Накануне губернатор Сергей Морозов встретился с первокурсниками медицинского факультета УЛГУ. А что студенты взамен подарили главе региона, расскажет Рината Алиулова. Первую поточную лекцию студентов-первокурсников медицинского факультета УЛГУ провел губернатор Сергей Морозов. Страча прошла в рамках недели нацпроекта здравоохранения в регионе. Правда, с будущими специалистами говорили не об учебе, а о новом законе, касающемся молодых врачей. Глава региона просил студентов активно включиться в работу по реализации этого законопроекта, куда войдут и меры поддержки по приобретению жилья и дополнительные выплаты. Мы хотим в законе прописать, что, например, любой молодой специалист, который приходит в то реальное медицинское учреждение, будет обеспечен самым современным оборотом, самым современным цифровым рабочим местом. Мы хотим создать такую атмосферу, что вам будет позволено все. Устранение кадрового дефицита – одна из задач нацпроекта. До 2024 года в регионе стоит задача привлечь порядка тысячи врачей. Это касается и среднего медицинского персонала, где требуется добрать 1200 специалистов. В прошлом году в медучреждениях получили работу 263 врача. Из них 102 – впервые трудоустроенные молодые специалисты. А также 157 выпускников медицинских колледжей, что на 7% больше показателей предыдущего года. Четыре года первый раз пошла к стоматологу. Я помню день и почему-то захотелось пойти на эту профессию. Поступила на провизора. Провизоры занимаются производством лекарств, также их созданием, также эта работа в апсеках. В сельские районы в рамках проекта «Земский доктор» и аналогичных программ трудоустроены 48 врачей и 31 специалист со средним медицинским образованием. Только три, ребят, три только профессии, которые могут сказать о том, что мы пойдем не работать и уж тем более не опаздывать услуги, а слушать это священника, это учитель и это врач. Мы выбрали одну из трех. В ходе беседы Сергей Морозов также вспоминал годы жизни в Советском Союзе, ситуация которой была в здравоохранении в то время. А в конце встречи студенты-медики преподнесли в честь дня рождения губернатора подарок – неврологический молоток. Глава региона, в свою очередь, отметил, что такого ему еще не дарили. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. В новом учебном году в Ульяновске работает 21 школьный маршрут. Почти полторы тысячи детей централизованно привозят в 17 школ. По информации Управления образования администрации города Ульяновска, все школьные маршруты к началу нового учебного года готовы. Они принимали специальные комиссии. Школьные маршруты работают по расписанию, которые выстроены так, чтобы ученикам разных классов было удобно приезжать на уроки и уезжать после них домой. Дети в обязательном порядке ездят в автобусах в сопровождении взрослых. Соблюдаются все необходимые меры безопасности при перевозе школьников. Все школьные маршруты имеют паспорт маршрута, схему движения, согласованную с ГИБДД по городу Ульяновску. В этом году большое внимание в регионе уделяется обновлению сельских домов культуры. Во время рабочей визиты в Индинский район губернатор Сергей Морозов осмотрел здание Дома культуры в селе Троицкое, где был произведен капитальный ремонт. Подробности у Ирины Антоновой. С началом нового учебного года закипела творческая жизнь в капитально отремонтированном здании сельского дома культуры Стелла Троицкое, Индинского района. Больше всех радуются этому событию дети. Теперь они смогут приходить сюда в свободное от учебы время и заниматься любимым делом. Жители очень в восторге, рады, что восстановили их клуб, с удовольствием будут ходить. Сейчас у нас уже набраны группы. Это гитара, это вокал, это купольный театр и прикладное искусство. Мы также планируем здесь проводить мастер-классы. У нас есть Центр культурного развития, тоже недавно, три года назад был построен. И будем здесь активно проводить мастер-классы, различные мероприятия. Еще год назад здание клуба находилось в заброшенном состоянии. В 2018 году здесь начались ремонтные работы. На эти цели из бюджета было направлено более 5 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». К отремонтированному зданию клуба также были подведены асфальтированные дорожки. Поставлена на его территорию детская площадка. В дальнейшем здесь появится спортивная площадка. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В 2020 году в Димитровградских школах начнется замена старых деревянных окон на новые пластиковые стеклопакеты. Это решение было озвучено губернатором Ульяновской области во время рабочего визита в Димитровград. Таким образом, город Атомщиков опять будет в числе первых, кто вошел в новую региональную программу. Слово нашим коллегам из Димитровграда. Димитровградский лицей номер 25 – одно из соцучреждений города, которое серьезно пострадало во время ливневых дождей в начале августа. Следы протечки крыши видны на потолках и стенах невооруженным глазом. Как бы частичный ремонт крыши периодически проводится, кусочками ремонтируем, но вот последние последствия показали нам вот такую страшную картину. Поэтому, конечно, школу нужно ремонтировать. Сметы готовы, деньги выделены, осталось быстро и качественно отремонтировать в коротчайшие сроки. Итоги ЧП природного характера в ближайшее время предстоит устранить еще в нескольких учреждениях Димитровграда. Природа не пожалела ни сады, ни школы, ни очаги культуры. Серьезную протечку крыш зарегистрировали в детских садах номер 23-24, а также в школах 19-23. По информации Управления образования Димитровграда, эти образовательные учреждения в срочном порядке подготовили необходимые документы на выделение средств из регионального бюджета. Этот вопрос сейчас находится на особом контроле у регионального правительства. Я давал поручение, напоминаю о том, чтобы предусмотрели деньги из резервного шланда правительства и губернатора на решение самых неотложных вопросов. На реквидацию последствий ливневого дождя и шквалистого ветра в образовательных организациях и учреждениях культуры в городе Димитровграде речь идет о 6 объектов образования и 2 объекта культуры. Это 5 миллионов 880 тысяч. На совещании в лице номер 25 решился и еще один важный вопрос. Речь идет о замене оконных блоков. Практически во всех образовательных учреждениях окна старые и уже давно пришли в негодность. Мы заканчиваем губернаторскую программу замены окон в детстве дошкольных учреждений. В следующем году и со следующего года в течение 2020-2021 года мы повиняем все окна в школах города Димитровграда. Выделим необходимые деньги и тогда здесь и преподавателям, и учителям, и детям, и родителям будет весьма комфортно здесь. Спасибо большое. Принесите всем спасибо. Сергей Морозов поручил профильному министерству в кратчайшие сроки просчитать необходимые на реализацию данной программы затраты и предоставить ему пошаговый план. Поймут ли ульяновцы канты и оценит ли изгнание мой друг Фредди Меркури? В областном центре открылся фестиваль «Золотая маска». Напомним, со вчерашнего дня и по 13 сентября в Ульяновске Димитровграде проходит спектакль фестиваля. Лучшие столичные театры покажут ульяновским зрителям именитые шедевры. Подробности у Натальи Чумаченко. В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова накануне открытия фестиваля спектакля «Золотой маски» прошла встреча с организаторами и участниками. Все гости мероприятия приветствовал лауреат премии 2016 года в номинации за поддержку театрального искусства в России глава региона Сергей Морозов. Мы сейчас, наверное, с нетерпением всем все ждем, когда мы посмотрим спектакль «Кант». Надеюсь, что мы все его поймем. Надеюсь. Со своей стороны только могу одно еще раз подтвердить о том, что для меня поддержка театральной деятельности в Ульяновской области сродни той, чем я также ежедневно занимаюсь. Это все, что касается инвестиционной политики, связанной с формированием делового климата. В афише «Шестой по счету золотой маски» в Ульяновске представлены спектакли номинанты и лауреаты премии, а также постановки, ставшие яркими и значимыми событиями в театральной жизни большой столицы. Театр имени Владимира Маяковского представит «Изгнание. Мой друг Фредди Меркури» и постановку «Кант». Театр около дома Станиславского покажет спектакль «Магадан Кабаре», который уже полюбился многим зрителям, а театр «Мтюз» удивит пьяным Амуром и вариациями тайны. В этом году будет что посмотреть и самой маленькой аудитории фестиваля детям. Поучительный спектакль с элементами рок-концерта «Цацыки идет в школу Хабаровского театра юного зрителя» понравится не только мальчишкам и девчонкам, но и их родителям. Здесь у нас уже очень много друзей. Мы знаем, что нас здесь любят, нас здесь ждут, и поэтому для нас это всегда очень ответственно. Еще я вообще в некотором волнении нахожусь еще и потому, что мы привозим спектакль моего родного театра, театра Маяковского. В спектакле «Золотой маски» покажут и в Димитровграде. На суд зрителей будут представлены постановки «Магадан Кабаре» и «Цацыки идет в школу». Мы очень любим ездить, как сказать, с «Золотой маской» вместе. Мы много ездим и любим ездить. А любим ездить еще и почему? Потому что она везет в очень хорошие театральные города, во-первых. А во-вторых, там идеальная совершенно организация гастролей, о чем я вот с удовольствием сегодня говорю в адрес «Золотой маски». В 2019 году российской национальной театральной премии фестивалю «Золотая маска» исполняется 25 лет. С 2000-х годов в рамках гастрольной деятельности фестиваля по программе «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии» прошло более 120 проектов в 52 городах. В Ульяновске региональные проекты «Золотой маски» стартовали в 2013 году. За эти годы фестиваль стал важной частью культурной жизни областного центра. Каждый год сотни зрителей ждут показ спектаклей, входящих в лонглист премии – список самых заметных премьер-сезона по мнению экспертных советов. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в регионе сохранится теплая сухая погода. Завтра в Ульяновске столбик термометра удержится на отметке 20 градусов по Цельсию. Ветер северный, 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Улправда ТВ Улправда ТВ